Воздух 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 Включаем RLS клавиши E Клавиши D выбираем ракеты R27R Тип выбранных ракет индицируется на ILS Также на ILS индицируются пилоны под которыми подвешены выбранные ракеты Эта информация дублируется на индикаторе подвесок под ILS Рыжимы обзора сканируют пространство сих 3 плюс-минус 30 градусов по азимуту и плюс-минус 5 градусов по углу места Область сканирования можно дискретно поворачивать относительно самолета влево и вправо клавишами Shift-запятая и Shift-flash на угол 30 градусов Текущее положение зоны обзора по горизонтали отображается индексами на ILS или IPV Для того чтобы управлять зоной обзора по вертикали нужно Задать клавишами Alt-равно и Alt-минус ожидаемую дальность для цели Задаваемое значение индицируется на ILS в нижней части в километрах Задать клавишами Shift-запятая и Shift-точка Ожидаемую разность высот своего самолета и цели Задаваемое значение индицируется в правой части ILS Также индицируется текущее положение зоны обзора по углу места в месте цирковой угла места зоны в верхней части которой указан ее масштаб Максимальное положение по углу места ограничено углами плюс 55 градусов и минус 35 градусов Зону обзора можно вернуть в центр клавишами Ctrl-K При этом по умолчанию устанавливается дальность на 10 км и разность высот на 0 км Масштаб индикации RLS можно менять клавишами плюс и минус Расскажу немного о режимах работы RLS RLS имеет три основных режима излучения, переключаемых клавишами Shift-E Высокая частота повторения импульсов излучения Применяется для обнаружения целей, движущихся навстречу В этом режиме дальность обнаружения удаляющихся целей крайне мала На ILS при этом идицируется индекс DBS Атака в переднюю полусферу Средняя частота повторения импульсов применяется для обнаружения цели на догоне. В этом режиме дальность обнаружения цели движущей навстречу крайне мала. На ИОС при этом инициируется индекс ЗПС, атака в заднюю полусферу. Комбинированный режим. В этом режиме чередуются два предыдущих режима. Обнаруживаются цели как на догоне, так и на встрече. Но дальность обнаружения при этом несколько ниже, чем в режимах ЗПС и ППС. На ИОС при этом иницируется индекс АВТ. Кроме того, РЛС имеет два режима обнаружения целей, переключаемых клавишами АЛЬТ и РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ. Этот режим совместим с любыми режимами излучения ППС, ЗПС, АВТ. При этом на ИОС отображаются цели без расчета параметров их движения. Существует несколько типов отметок от целей. Двойная отметка от опознанной цели. Опознавание возможно только для дружественной цели. Отметка от неопознанной цели. Если цель неопознанной, то скорее всего это противник. Количество черточек в отметке цели пропорциональна площади ее поверхности. С помощью них можно оценить размер цели. Отметка от активной помехи. На больших удалениях невозможно определить дальность до постановщика помех. При наличии помехи на ИЛС выводится индекс АВ. Отметка от постановщика помех скрытая на фоне поставленной им активной помехи. Такая ситуация возможна на малых дальностях. Продолжение следует...